На этой кухне пахнет свежеиспеченными блинами. Для многих масленица один из самых вкусных праздников. Лидия Скотоля с 40 лет готовит это лакомство по одному и тому же рецепту. В этот раз старается для внуков. Яйца, молоко, сода гашеная, соответственно, мука, соль, сахар, несколько ложечек олеи. И тогда сковородку не надо смазывать. Сковородка, на которой жарю уже 30 лет, постоянно к ней ничего не пригорает. Отдельная сковорода – один из кулинарных секретов. При том, что блюдо несложное, тонкостей немало. Даже если две хозяйки готовили по одному рецепту, одинаковыми блины получатся разве что внешне. В этом году масленица началась 24 февраля. У крымчан была целая неделя на то, чтобы попробовать все возможные виды блинов и начинок к ним. Скажу вам по секрету, тесто, съеденное в этот праздник, фигуре особо не повредит. Ведь недаром это лакомство называют пищей для души. Дарья Тетерюк – сторонница правильного питания. Чтобы не свести к нулю старания в спортзале, блины готовят низкокалорийные. Их без вреда можно есть не только по праздникам, а вообще, когда захочется. Рассказывай, что нам нужно, что куда добавляем. В принципе, от обычных, наверное, не особо отличаются. Ну, они не то что отличаются, сюда не входит мука. Абсолютно никакая. Мы ее заменяем малым. Сахар не добавляем, только щепотку соли. А в остальном все почти как в классическом рецепте. Масло, яйца и молоко. Последнее, кстати, можно заменить водой. Все ингредиенты смешиваем до консистенции жидкой сметаны. Может, попробуй стык. Ты хочешь, чтобы вот первый блин был комом? Мы сразу берем вот это в руку и распределяем равномерно по всей. На индукционной плите при температуре 120 градусов один блин можно приготовить за две минуты. Раз уж начали, останавливаться нельзя. Кстати, говорят, что блины лучше всего есть именно с пылу с жару. Ну, тогда они самые вкусные, конечно. Согласна. Если вы ведете строгий подсчет калорий, начинку выберите диетическую – нежирная рыба, мясо птицы или фрукты. Ну, а если хотите отвести душу, не сдерживайтесь. У нас есть сладкий десертный блин. Это свекольный. Он на свекольной основе, поэтому он красный. И шпинатный блин. Мы его сделаем сегодня со сливочным муссом и с лососем. Ну, и с красной кровью, конечно же. Завтрак для настоящих гурманов. Для начала сделаем с морепродуктами. Нарезаем кубиками малосольный лосось, добавляем соус, размазывая его по всей поверхности блина. Рыбу сворачиваем в рулет, разрезаем на шесть частей и щедро украшаем. На Масленицу принято есть круглые блины, а вот в любой другой день никаких ограничений. Добавляем фрукты, орехи, красиво выкладываем на тарелку, украшаем. И действительно, не еда, а произведение искусства. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова